Мини-блютуз колонка X-Dobo Draco Mini. Привет, с вами Легита, друзья! Сегодня у нас на обзоре очень любопытная колонка от X-Dobo. Кстати, прошлая колонка, которую я обозревал, мне реально зашла, потому что за такую цену это очень хороший конкурент уже легендарной колонке T6. При этом колонка от X-Dobo показала звук значительно чище на всех частотах, имея ниже цену. Именно поэтому решил протестировать вот эту компактную 15-ваттную малышку. А такие же подобные колонки есть и у других производителей, вот только вот эта вот немного все-таки ниже. Ее цена на момент приобретения составила всего 34 доллара. В общем, давайте посмотрим на нее поближе, протестируем, как она звучит и вообще, что она из себя представляет. Поставляется колонка вот в такой коробке, на которой нарисован сам продукт и ее характеристики. В комплектацию входит шнур для зарядки с USB на Type-C. Вот такой ремешок-шнурок, чтобы носить колонку на руке. И вот шнур AUX 3.5х3.5 для проводного подключения акустики. Конечно же, подробная схематичная инструкция, на которой нарисованы два цветовых варианта исполнения. Красный и черный, я выбрал красный. Ну, инструкция как инструкция. Колонка бережно упакована в спенниный материал. И вот она, друзья, такая компактная яркая малышка. Честно, я думал, она будет немного побольше. Она вот такая, размером с кружки, причем вот по ощущению даже как термокружка, вот чисто тактильно. Как будто вот эта металлическая красная сетка обернута в какую-то ткань. На верхней панели с гордостью логотип X-Dobo, два светоиндикатора, показывающие в том числе заряд аккумулятора. Ну и вот такие малозаметные кнопки управления. Это не сенсор, это кнопки, то есть они там под крышечкой щелкают. Ну, то есть, знаете, такие прорезиненные кнопки. Убавить звук, прибавить звук, кнопка play-pause и все, в принципе, необходимое. Сверху, сбоку располагается герметичный лючок с разными входами. Лючок такой толстенький, плотно заходит, мне кажется, даже погружения не боится. Ну и тут сразу слот под microSD карту памяти до 64 гигабайт, что, кстати, очень круто, потому что не во всех колонках это есть, а иногда это просто необходимо. Разъем Type-C для зарядки и вход под AUX. Ну а снизу два отверстия для крепления шнурка, ну, чтобы его носить на руке. Не знаю, кто будет носить эту колонку на руке, но такое возможно. Как говорится, все бывает, может пригодиться. На дне колонки вот такое прорезиненное основание для хорошего сцепления с поверхностью. То есть вот это черное на торце по корпусу это ABS, а вот это резина, которая хорошо сцепляется с поверхностью. Ну и, конечно же, вот такая вот пассивочка, которая обеспечивает выход низких частот. В двух словах, колонка выполнена очень качественно. Удерживаем кнопку Power, включаем ее. Питание, загорается синенький огонек, который сейчас начнет мелькать, символизируя о том, что он ищет Bluetooth-устройство. В смартфоне в Bluetooth-настройках выбираем «Добавить устройство». И мой смартфон тут же нашел по Bluetooth-у эту колонку Darko Mini. Вот она. Кликаю на нее, подключаюсь. Добавить устройство, все, колонка подключена, индикатор постоянно стал светиться с синеньким огонечком, и что хорошо показывает уровень заряда аккумулятора. Друзья, коротко о характеристиках. Версия Bluetooth 5.0, то есть вы ее можете спокойно использовать от своего гаджета на расстоянии около 10 метров. Колонка поддерживает голосового помощника и функцию разговорной гарнитуры, а также она может работать в паре с точно такой же второй колонкой. Ну то есть для большего стереоэффекта. К сожалению, я это проверить пока не могу, потому что у меня всего одна колонка. Внутри колонки встроен 15-ваттный динамик с частотами от 20 Гц до 16 кГц. Громкость заявлена около 60 дБ, но по ощущению там все 80-90. Батарея литиополимерная 3,7 В, 2500 мАч, которой, как заявляет производитель, должно хватать на 10 часов в беспрерывной музыке, но все зависит от громкости. Скорее всего, это около 50%. Лично я просто не дождался ее полной разрядки. Как мне показалось, она работает гораздо дольше, чем 10 часов. К слову, зарядиться от 0 до 100 она должна за 3 часа. Габариты у нее простые, 90 на 90 на 120 мм, при весе 560 грамм. В пыле-влагозащита заявлена IPX6. То есть вы можете взять свою колонку куда-то на пятник и не бояться попасть под дождь. Ну точнее, эта колонка не боится даже проливного дождя. Если сравнивать ее с подобными типами форм-фактора и размера колонками, то по характеристикам она особо ничем не уступает Tron Smart Element T6 Mini, которая реально до этого был топчик за свои деньги, Enkison Core Motion Q, ну и конечно XB12 от Sony. Кстати, колонки, можно сказать, выстроены здесь по ценовой категории. И если посмотреть внимательно по характеристикам, да и вообще в принципе сравнить их в лоб, то мы увидим, что X-Dobo Draco Mini реально очень хороший конкурент, который, к слову, предоставляет качество точно такое же, как Tron Smart Element T6 Mini. Причем в некоторых моментах, ну тут уже, наверное, касается вкусовщины, по моему мнению, даже получше. И что действительно здорово, все то же самое за более приятную цену. Ну конечно, нужно сравнивать и действительно слушать, как она звучит. Что мы сейчас вместе с вами и сделаем. Итак, друзья, самое важное, давайте протестируем, как она звучит. Мне, естественно, никакими возможностями техническими вам это, ну не передать, даже с какой-то бинарной головой, там еще с какой-то дополнительной техникой. Но это в принципе невозможно, потому что вы будете слушать через свой смартфон, через свои какие-то наушники, через колонки от компьютера. Это будет совсем иначе, нежели если бы вы вместе со мной сейчас здесь послушали. Поэтому я постараюсь вам передать максимально свое объективное мнение, свои ощущения, свои эмоции, свои чувства от прослушивания этой колонки. Я еще как таковую не включал, только чуть-чуть просто проверить, все ли хорошо со связью. Сейчас вот вместе с вами, да, включим и послушаем. Сразу же говорю, что треки будут, естественно, непопулярные, чтобы не было вопроса по авторским правам, поэтому на музыку особо не обращайте внимания. Но музыка здесь подобрана именно таким образом, на которой я тестирую обычно Bluetooth-колонки, и некоторые колонки с некоторыми треками, в некоторых частях именно музыки какой-то определенной композиции, ну попросту не справлялись. Послушаем, как вот эта вот 15-ваттная малышка все это сможет. Она басистая. Видно, не видно? Ну да, просто передам вам, что она достаточно объемный звук по кругу делает. Сразу скажу, что объемный звук здесь точно присутствует, как и у колонок от RonSmart T6, T6 Mini. Это все здесь есть, точно такое же звучание по кругу. То есть нет такого, что вы направите куда-то в одну сторону колонку, а в другой стороне будет тихо. Нет, звук будет равномерно одинаковый. Также заметил вообще опять же сходство, то что здесь вот эта вот пассивка, она реально создает вот эту вибрацию по столу, она прям вот бьет, добит. Низкие частоты здесь хорошо выходят. И в принципе низкие частоты, как мне показалось, именно в этом треке немножко преобладают на среднем и высокем. Сейчас протестируем еще на других каких-то моментах, послушаем, как она звучит. Такой звук прям... Стерео хорошее реально, друзья. Ну да, в принципе она справляется с низкими частотами, очень хорошо. Но вот в этом когда массиве, когда тарелочки добавились, немножко сливается, но все равно очень хороший результат показывает. Она показывает такой же результат, как и более дорогие колонки от Tronsmart, от Sony и других производителей. Мне реально нравится. Сказать, что мне недостаточно звука, ну не знаю, в принципе нормально долбит. Вот реально. В принципе прикольно. Звучит хорошо. Вот это сложно, наверное. Ну и лично для меня преимущество то, что она вот такая компактная. Она реально коротенькая, такая бочонкообразная. Прикольная. Не знаю, мне вот такую вот куда-то в рюкзак положить, особо места много не занимает. Да и вообще классно. Легко ее с собой взять. Она не сильно тяжелая, средненькая такая, как кружка реально. То есть взять с собой кружку, которая поет. Ну не, справляется она с такими рок-композициями вообще легко. То есть какой-то хип-хопчик, какую-то популярную музыку вообще легко. Если она вот такие сложные, где насыщенные низкие, средние, высокие частоты, а мелодию она легко воспроизводит, то соответственно более простые какие-то, классические вообще просто на ура будут проходить. Прикольно. Даже так выиграться по столу идет. Смотрите, как клубит, да? Не знаю, видно, не видно. Блин, ну чистый звук, чистый. Короче, топчик, реально, друзья. Это вот прям за эту цену, наверное, ну лучше колонки не найти. Не знаю, что еще лучше. Очень качественно сделано. Звучит чисто, хорошо. Немножко преобладают, конечно, низкие частоты, но для многих это даже плюс, потому что многие любят, когда вот бас, когда вот так в груди немножко отдает, когда трясется все, когда пассивочка долбит. Вот, это как раз-таки колонка вот про это. 34 доллара, я считаю, что это отличное приобретение, как подарок себе, так и своим близким, родным людям. Вообще шикарно. Ссылочку вы на нее, кстати, можете найти в описании под видео. Именно поэтому переходите, заказывайте. Пришла она очень быстро, потому что она есть на складе России и в черном, и в красном цвете. Ну, на момент, когда я заказывал, точно были. Вот, можете перейти, посмотреть, сравнить. Цену тоже сравнить, потому что все зависит от курса. Сейчас курс немножко выше, вдруг немножко ниже упадет, что редко бывает, и она станет еще дешевле. Ну, мне кажется, прям вообще топчика, ребята. Вот просто от меня говорю, что колонка классная. Смотрите, кружка, да? Реально, размер с кружки Adobe так не по-детски. В общем, смело вам ее рекомендую. Уверен, вам она понравится. Вообще, на самом деле, я удивлен на X-Dobo. Для себя лично открыл вот этот бренд. До этого что-то не знал. Искал колонки, потом не случайно выдал вот этот X-Dobo. Я думаю, дай-ка попробуем. Попробовал, блин, ну круто, реально. Ничем не уступает Tronsmart, ничем не уступает подобным вариантам от Sony, от JBL. Просто рвет реально по своей цене, по своему качеству. Просто супер. В общем, я надеюсь, видео было полезно. Для меня будет от лучшей благодарности, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, если не подписан. Поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях. И вот приятный комментарий, знаешь, замотивирует меня продолжать стараться для вас. Тебе пустяка, мне вот сильно поможет. С вами был Ёж, пока. Короче, друзья, к сожалению, я не могу вам включить нормальные треки, которые круто звучат. Не вот это вот то, что разрешено вам включать. Я вот просто кайфую. Она реально очень крутая. Она не уступает даже Т6, обычному Т6. Конечно, не Т6 Max, да, Тон Тросмос. А вот этим большим колонкам, Черт-4, да, JBL, прям не уступает. Она круто звучит. Супер вообще. Я прям не ожидал. Причем я был не прав. Низкие, высокие, средние частоты. Все звучат хорошо, все слышно. Звук сбалансирован. Прям настоящая хорошая амплитуда звука. В общем, мне нравится. Реально зашла эта колонка. И чем больше я слушаю, тем она мне больше нравится. Потому что я даже после обзора реально это все записываю. Кайф-кайф. Крутая колонка, реально. Прям вот покупайте, будьте довольны.